всем привет всем доброе утро как у вас дела как настроение я сейчас хочу маленько поухаживать за собой то нанести маску маску хочу возобновить прям утренние какие-то процедуры но когда с утра нету времени вечером до буду стараться потому что ну как-то надо себя заново заставлять до приучать потому что лето прошло и в летом как обычно знаете какие-то такие вроде бы длинные дать дни но когда дети времени совершенно не хватает ну так вот сейчас хочу нанести маску над иван вот но сегодня чем я буду заниматься буду вам одновременно рассказывать а сегодня я хочу потушить капусту вчера я солила сегодня будут тушить кстати девчонки капуста абсолютно выглядит замечательно чуть позже покажу она не течет да то есть уксом сверху залила я уже показывала вам вчера и превосходно она стоит такая вся прям красивенькая аппетитная в общем хочу потушить капусту сегодня достала фарш хочу с фаршем прям и уже сварила компот сейчас тут только выключила вот в принципе сегодня убираться не буду в принципе дома чисто сегодня саша у меня на работу ушел и завтра уже детям в школу в общем то как то так у меня ваня тут несколько дней был дома и его учительница отпрашивала потому что был насморк прям сильный температуру ничего не было а насморк был ну и чтобы не ходить в больницу потому что в больнице очень большое количество народу все болеют чтобы соответственно не подцепить чего-либо еще до помимо насморка я позвонила от 3 до 5 дней даже уже сейчас разрешают усмотрение родителей без медицинской справки потому что медицинские то есть больницы переполнены не хватает врачей и не хватает времени всех принять а все идут и ну конечно конечно же ведь при каких-то острых таких до симптомах где температура и сильный кашель соответственно обязательно нужно идти в больницу и сидеть до последнего но так с легким насморком мы отсиделись принципе дома и все прекрасно и хорошо завтра уже идет школу вот у меня со вчерашнего вечера вы знаете заболела горло прям не знаю через день было хорошо а к вечеру прям заболела и прям с этой стороны но я побрызгала альголем у меня альголь и хлоргиоксидин я полощу горло очень хорошее такое либо мирамистин либо хлоргексин но хлоргексин в разы конечно дешевле мирамистина и полоскать гораздо выгоднее так скажем да чем нежели покупать вот этот раствор идентичный вот так в принципе а сейчас с этой масочкой похожу 15 минут и пойдем вместе с вами готовить сегодня и не знаю еще то ли может быть из заварного теста попробовать лепешки сделать или хлеб испечь ну в общем подумаю спрошу у деток что они больше хотят а может быть то и то сделаю вот так потому что хлеба у меня осталось чуть-чуть вот что без хлеба никуда хлеб нужен разогреваем молоко сейчас покажу рецепт вам какой будет вот значит теплое молочко сухие дрожжи обычно пользуюсь я дрожжами живыми да вот этими брикетками но не было пришлось взять сухие дрожжи сейчас покажу эти дрожжи тоже очень хорошие мне прямо знаете очень нравится тоже значит высыпала я пачку дрожжей пол литра у меня молока я немножечко наливаю молочка чтобы дрожжи активировать немного сахара сейчас ложку возьму столовая ложка маску я еще не смывала в маске пока сейчас у меня не постоят минут десять пенка должна шапочка такая в виде пенки до образоваться это означает что дрожжи свежие дрожжи будут работать и тесто у нас будет успешным да ну и дальше уже с вами продолжим ну что пока у меня дрожжи активировались то уже сейчас покажу пенку я немного привела себя в порядок подкрасила смыла маску ну знаете любая маска да конечно я уже не раз говорила и повторяю что а именно домашние маски до виде там меда там крахмала но любые до которые можно сделать мне больше я их уважаю больше они мне нравятся но так как и есть и такие у меня купленные до магазинные любая маска она всегда до сделаешь смотришь освежает лицо уже знаете как бы ни было уже и кожа немного до такая более свежая и уже и смотришь на себя совсем по-другому как говорится но все девчонки давайте заводить тесто и будем дальше готовить у нас сегодня готовка так ну что вот гляньте видите как поднялось все пеночкой значит здесь у меня пол литра молока девочки мои дорогие все приготовим оставим чтобы было все под рукой ничего не забыть так смотрите я добавляю оставшееся молочко сюда немножко растительного масла девчонки пробую новую бутылку вроде бы нормально да в принципе здесь вот этот носик где будет сливаться масло застекать если что пока буду пользоваться вроде бы неплохо и добавляю две ложки соли так соль у меня тут уже под закончилась надо помыть кружечку и сейчас еще немножко потому что не полная ложки были все так это все мыть и все и сейчас завожу тесто подсыпаю муку постепенно и сразу муку не нужно прямо так то гопом сыпать чтобы она каменная была постепенно постепенно и вымешиваем тесто и все потом убираем под полотенчик или под крышечку на 40 она поднимется шапкой вообще супер будет так ну что у меня здесь фарш уже немного обжарился сейчас я отправилась сюда морковь лук и пускай обжаривается готовлю в новой сковороде попробую но не прилипает ничего в принципе очень даже неплохо так здесь у меня детские захотели ваня с гошей захотели сосиски яйца хотя у меня там супчик есть еще мы не хотят они хотели вот именно яйца 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, капуста у меня немножечко уже осела, да, утушилась, и я беру вкусную соль, нравится мне вот эта вот соль, и подсаливаю. Так, ну, все достаточно. Так, все перемешиваю. И немножечко добавляю сахарку. Я люблю, вот когда капусточку делаю, добавляю сахарок еще. Это, конечно, на любителя, но нам так нравится, мы так уже привыкли кушать. Где-то, наверное, столовую ложку сахара. Так, все, добавила сахарочек, перемешиваю. Все, и сейчас немножечко еще добавлю, наверное, кетчупа. Ну, можно томатную пасту добавить, ну, я, наверное, все-таки кетчупа добавлю. Так, перемешиваем. Ну, капуста сочная, вообще столько рассола с нее. Все, и пускай она дальше тушится. Вот так. Сейчас накрываю крышечкой. И пускай она дальше готовится у меня. Ну, что помимо хлеба, я все-таки решила еще завести заварное тесто на лепешки. Покажу такой способ. Они получатся как слоеные, прям очень вкусные. Смотрите, я добавила 6 столовых ложек растительного масла, полторы ложки чайной соли. Так, я захипятила уже чайник и добавляю 500 грамм кипятка. То есть у меня вот все достаточно. И сейчас я возьму, наверное, на лопатку где-то, потому что, когда будем заводить, это же все будет горячее. Так, смотрите, беру муку. Добавляю муку в красивую. И потом постепенно буду вводить кипяток. И тем самым буду вымешивать тесто. Потом она у нас минут 15-20 отдохнет, да? И мы будем с вами делать лепешечки. Так, смотрите, немножечко смешаю муку с растительным маслом, да, с солью. И постепенно добавляю кипяток. Вмешиваю. Муку я, честно сказать, не взвешивала, сколько надо. Ну, так-то приблизительно я уже довожу-довожу вот так. И тем самым получаю тесто. Сейчас буду подсыпать муку. Все. Такой легкий рецептик. С этого теста я еще стряпала эти лаваши тоненькие. Сегодня хочу маленько по-иному сделать. Тоже рецепт увидела и хочу сама попробовать и делиться, конечно же, с вами. Все. Тесто должно получиться эластичным, таким податливым. Так что, в принципе, рецептик такой, знаете, на скорую руку. Прям вообще. Так. Я думаю, еще прямо немножечко. Муки. Прям чуть-чуть. Она, видите, уже. Хорошо окипает. Чуть-чуть еще подсыпем. Дальше. О, ну крутой, конечно, твой человек-паук, конечно. Я его сам слепила в костюм. Так, ну что, у меня уже готов хлеб. Сейчас буду вытаскивать. И тесто здесь уже стоит. Сейчас будем с вами делать заварные лепешки. Прикручиваем к приготовлению лепешек. Я уже поставила разогреваться сковородку. Тесто уже отдохнуло. Хорошенькое такое прям все. Так, ну и отрезаем кусочек теста. Открываем его. Немного присыпаем мукой. И начинаем раскатывать нашу лепешечку. К сожалению, я каталку свою не забрала. Да, я ее как увезла в гараж. И так она у меня там осталась. В общем, буду баночкой просто раскатывать. В общем, раскатываем одну большую тонкую лепешку. Насколько это возможно. Так. Так, раскатываем. Чтобы она везде была тоненькая. Так. Сегодня у нас на улице пасмурно. Ну, дождя нету. Но такая вот пасмурная погода. Так, смотрите. Раскатала я лепешку. И здесь у меня уже растопленное сливочное масло. Я его растопила в микроволновке. И смазываю всю лепешечку нашу. Вот так. Промазываю все. Так. Все промазали. И начинаем ее вот так вот складывать. Раз. Так. Как было так, да? Конвертиком. И раскатываем заново. Все. И выкладываем на раскаленную сковородочку. И выпекаем. Раскатываем до такого момента, чтобы она влезла лепешка вам в вашу сковороду по диаметру. Да, какая у вас там сковородка. Так. Все. Все. Я жду, пока она у меня разогреется. Она у меня уже практически разогрелась. Но все же я еще жду. И отправлять буду. Так. Пока можно попить компотик. Вот. Ну что, девочки, вот такие лепешки получаются. Видите, они прямо такие вкусняцкие. Сейчас мы перевернем. Раз. Я сначала подумала, что это блинчики. Чуть-чуть маслица в сковородочку. Ну, здесь она уже маленько опала, да? Лепешечка. Вот. Накрываем. Мама, приготовишь еще блины? Нет. Сегодня мама уже блины точно готовить не будет. Мама уже устала. Весь день на кухне. Как ты думаешь? Устала я, нет? Конечно, устала. Слушайте, капуста получилась изумительно вкусная. Вкусная. Вот так, девчонки. Все, я продолжаю тут катать. Уже все готово сделала. Еще, наверное, пару штук получится и все.